15 лет жители деревни Пушкинская ходили вот по этой дороге и буквально утопали в грязи. Не так давно здесь появился инициативный молодой человек Кирилл Ермилов. Он взял дело в свои руки и вот тут уже лежит 75 тонн гравия. Совместными усилиями жителей и администрации проблема почти решена. До этого на этой улице была глина, просто тяжело было ходить, была грязь по колено. Если ты соберешься в магазин или, например, в клуб, то пока ты дойдешь, был просто грязный. А сейчас вот щебенка у нас лежит и это намного лучше. По ней ходишь и уже намного чище, ни грязи, ничего нет. Начали две недели назад. Кирилл обратился в администрацию с просьбой предоставить материалы. Глава сельсовета пошла навстречу и закупила щебень. А вот оплачивать доставку жителям пришлось самим. 8 тысяч за машину. Собрали деньги и работа закипела. Потому что все знают, какая дорога у нас ужасная очень сильно. И мы все складываемся, и мы стараемся, чтобы все в коллективе есть, чтобы все сделать. И дети тоже, у нас дети тоже стараются помочь. Потому что дети у нас и собаки, и коты бегают тоже. Все помогают. Все вместе. Да, все вместе у нас дружные, все все делают. По словам главы сельсовета Флориды Масейчук, такая работа у них практикуется уже давно. Жители выходят с инициативой и совместными силами. Так уже делали дороги и в других деревнях. Таким же способом устанавливают детские площадки. Сельсовет помогает с оборудованием. Жители, например, закупают краску и красят. Когда совместно мы это все делаем, они совершенно по-другому к этому относятся. Они, понимаете, они ценят это, берегут. Я вот 10 лет работаю, понимаете, вот последние 5 лет, конечно, мне эта тенденция очень нравится. Что вот именно больше становится таких людей. Я так скажу, есть такая категория людей, которые только пишут. Дай, посади, сделай, все. Стэн Закиевичу пишут, Владимир Владимировичу пишут. А есть такие люди, которые никогда они даже не подумают, что куда-то писать надо. Они выходят. Вы нам чем можете? Вот мы по улице своей хотели, купили краску, там еще что-то. А вы нам что можете? Вы сможете нам детские площадки дать? Ну, конечно, оборудование купим, дадим. Ну, вот так. Я считаю, что только таким путем у нас будут какие-то результаты. Не только у нас в сельском поселении, в районе, в республике и по всей стране. Пока жители деревни Пушкинская сделали самые проблемные участки. Впереди вся улица. Деньги, которые они собрали, еще остались. Будут ждать, когда сельсовет закупит щебень. Надеются завершить работы до появления слякоти. Я бы хотел сказать то, что не нужно ни на кого надеяться. Нужно стараться и делать все самим. Ну, может быть, кто-то и поможет, но вряд ли. На себя рассчитывать. Да, лучше на себя рассчитывать.